Привет, друзья! Гугляндия снова с вами, ведь это шоу, где можно вкусно поесть, громко посмеяться, научиться готовить и выиграть клёвые подарочки даже по ту сторону экрана. Даня, ведущий, безудержный кулинар и позитивный дегустатор, любит, когда на кухне пахнет бабушкиными пирожками. Этот выпуск уже второй по счёту, но думаю, вам будет полезно прослушать правила шоу. На кухне встречаются пять пар участников. Их задача приготовить любимое блюдо для гостя шоу. Причём, какое именно блюдо они нужно готовить, они узнают только в студии, когда мы откроем конверт. То есть эксперт будет пробовать свою любимую еду в пяти разных вариантах приготовления. Помимо вкуса, блюд будет оцениваться и их внешний вид. А также дополнительные баллы можно получить на творческом задании. Как правило, задание очень смешное. И самое главное, на приготовление и украшение блюда всего один час. А пара победителей выходит в финал и будет бороться уже за главный приз от дайвинг-клуба Дайверс. А это пять тысяч гривен. Собственно говоря, любимое блюдо нашего эксперта – это большой привет из прошлого сезона. Но обо всём по порядку. Сначала вас с участниками познакомит моя нетерпеливая соведущая Алиса. В следующий раз я буду начинать шоу, потому что ждать, пока ты там договоришь, это просто невозможно. Алиса – ведущая, нетерпеливая болтушка, своей красотой и обаянием создаёт на кухне атмосферу. Конкурирует с Даней за право попробовать блюдо первой. Слушайте, я тут кулинарную шутку придумала. Если муравей поднимает 50 раз больше своего веса, то 10 муравьёв можно отправить за одной бутылкой подсолнечного масла. Даль, норм, шутка! Ха-ха-ха-ха, доброта! Ну что, ребята, давайте знакомиться. Я – Алиса. Как тебя зовут? Лена. Тебя? Марк. А тебя – Ева? А меня зовут Ева. Ты знаешь, что будешь готовить с дядей Тимуром? Еду. Еду? Да. А какую еду? Не знаю, пловный привет. Вы готовы узнать, что вы будете готовить? Да! Так. И вы будете готовить окрошку. Да! Ну что, ребята, приглашаю вас на свои рабочие места. Я, кстати, для телезрителей приготовила подарок. Сделайте кулинарное селфи с участием любого ингредиента сегодняшнего блюда. Опубликуйте у себя в соцсетях с хэштегом. Отправьте ссылочку в комментариях под этим видео. За самое креативное селфи получите поход в аквапарк джунгли. Хорошо! Значит, все смогут получить подарки от аквапарка джунгли. Ну и отлично! Боитесь приготовить окрошечку по-особенному? Да. Вы позаботились об этом. Перед вами лежат пять рецептов. И вы можете выбрать один самый удачный по вашему мнению. Для этого нужно набрать наибольшее количество баллов. В игре слепой повар. Ммм, лук, яйцо, ай, это гриб, это картофан, ммм, лимон, лычок, колбаса. Помните, мы говорили, что угадывать продукты с завязанными глазами это не так просто? Но кажется, участникам это удается легко. О, перчик. Это картошка. Ну это перец. Это яйцо. Это лук. Куриное кюре. Если салфеточка, говори. Лимон. Да. Редиска. Это картошка. Лицо, что ли? Редиска. Это точно яйцо. Картошка. Редиска. Редиска. Яичко. Крик. Лимон. Цыбочку. Напоминаем, что пара, которая угадала больше всего продуктов, может первой выбрать рецепт окрошки. Марк сначала, да. С оттарелочкой. И бери тарелочкой. С оттарелочкой. И теперь выбирай Кирилл. А дальше рецепты выбирают команда Дани и Лены. А теперь выбирай Елену. Самый сложный, необычный рецепт окрошки, окрошка с селедкой, достается Дане и Еве. Удачи им! Ну что ж, я скрытила пальцы для каждого. На приготовление всего час. Удачи! Итак, все пять пар готовят любимое блюдо сегодняшнего эксперта, окрошку, в разных вариантах. Оцениваться будет не только вкус, но и подача. Привет! А что это у тебя такое? Ты желтенькая. Это желток яйца. Ты уверен, что он нужен в окрошке? Да. Кирилл и Никита готовят окрошку с колбасой. А что вы делаете, чтобы победить? И почему вы считаете, что именно ваше блюдо должно победить? Мы работаем и стараемся как одна команда вместе. Привет! Как ваш настрой? Готовы резать огурцы и потрошить оселетти? Ну да, оселетти вот еще остались, так что можешь потрошить, если ты хочешь. Даня и Ева. Им досталась окрошка с селедкой. А почему ты считаешь, что именно ваше, именно твое блюдо должно быть самым крутым, самым победительным? Я считаю так, потому что у меня есть секретный ингредиент. Да, куда уж секретнее. Имел ли ты когда-то опыт с этим блюдом? Нет, никогда. Я это блюдо готовлю в первый раз. Марк и Эмилия. Окрошка с куриным филе. Были какие-то конфузы во время приготовления? В общем, был у нас еще один конфуз. Когда наши соседи по столику взяли у нас возмутительно, без... Кажется, пока друг отдувается за двоих, кулинарная подруга уничтожает запасы продуктов. Взяли у нас этот нож, и он пах селедкой, но я пошел и его отмыл в фейере. Можешь, пожалуйста, ответить на вопрос, который мучает меня с первого класса. Что это такое? Лена и Артем готовят окрошку с редисом. Это Петрушка. А твой друг в очках для того, чтобы рассмотреть ваши мелкие ингредиенты и сосчитать всю зелень по одному? Ну, да. Краткость, сестра таланта. Главное, чтобы талант у этих ребят был кулинарный. У меня есть очень личный вопрос к вам. Тимур и Даня. Кажется, им попалась окрошка с бужениной. Что это у вас в среднем сотейнике? В среднем сотейнике у нас уже приготовленные части для окрошки. Спасибо, что ставишь мне рожки, Даня. Вот как-то так. А что это у вас там в той дальней тарелочке? Вы что, пытались яичницу приготовить? Не-е-е. Мы вытащили невареные яйца. И мы взяли их недоваренные. И вот там жижа. Вкусненькая, наверное, жижа. Кто это у нас тут есть на съемочной площадке? Я нервничаю. Скоро придет эксперт. Это победитель прожденного сезона. И знаешь, с каким он блюдом победил? Нет. Мое имя очень известно, чтобы я представлялся. Победитель Куклянди. Бог окрошки. Добрый вечер. Серьезно? Вот-вот. Сергей Белохонов. Победитель шестого сезона Куклянди. Актер сериала «Краина У». Автор и капитан команды «Любимый город». Лига смеха на 1 плюс 1. Шоумен и ведущий. Вы же помните, прежде чем накормить гостя, мы беседуем с ним лично. Как бы настраиваем. Так что welcome to рубрика «Блиц. Опрос. Гостя». Песни на твоем будильнике. Нет, там песни, там просто... Вот такое. Но я даже этого не слышу. Если по небу летит тапок, к чему это? К одному тапку на правой ноге. Что будет, если скрестить белую ворону и красного ежа? Получатся синие штаны. Желтые. Ум. Красота или жареная картошка? Жареная картошка, пожаренная с умом и красотой. Страус-птица или самозванец? Птица. Самое бесполезное животное на планете? Выхухоль. Три вещи, без которых не можешь жить? Окрошка, собака и кроссовки. Как выглядит самое удачное селфи? Вот так. Ой, кажется, ураган юмора сдул табличку. Друзья, я напоминаю, что в эфире кулинарное шоу Кукляндия. Шоу со вкусным ракурсом. Насколько вкусным, поймем прямо сейчас. Ребята, знакомьтесь с экспертом. Так, привет, привет, ребята, привет, 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 привет. И тебе там на задней парте привет. Сережа, дети очень старались приготовить вашу любимую и знаменитую окрошку в пяти вариантах. Ребята, напоминаю, что эксперт не знает, кто что готовил, оценивая вслепую. Так что, приятного аппетита. Спасибо. Ну, во-первых, я знаю, кто что готовил, да, все готовили окрошку. А давайте начну вот сразу, да, по композиции, да, по тому, как создали. Слушайте, ну здесь очень интересная подача. Давайте попробуем. Во-первых, с чем это? Так. Недосоленная и мало лимонной кислоты. Но вкусная, но вкусная. Окрошку невозможно испортить. Так, ого, так густая. Так. Очень интересно. Доедать я ее не сильно хочу. Просто из-за эксперимента. Я же говорю, это такое. Но тоже вкусно. Так, поехали дальше. Третья окрошка. Так. О-о-о. Вот это, я понимаю, окрошка. С колбасой. С колбасой. Тоже интересно. Так. Я люблю колбасу. Всего хватает. Это вот такая идеальная, как по мне, окрошка. Давайте попробуем с редиской, что получилось у вас. Мне очень нравится, как все порезано. Мелко, аккуратно, красиво. Вообще, ребят, не соленая. Вообще нет лимонной кислоты. Что ж такое? Так, не соленая, не лимонная кислоты, ничего. Не лимонная кислота. Нет, нет. Здесь очень интересно. Здесь такая лимонная улыбка. Лимонная улыбочка. Так, давайте попробуем эту. Не помню. Соль есть, лимонной кислоты нет. Ребят, вы постеснялись положить лимон в лимонную кислоту. Так, отлично. Давайте я буду определяться. Сережа, комфортно ли вам оценивать детей? Это очень сложно сделать так, чтобы не обидеть ребенка. Потому что дети, вы же всегда, вы обидчивые. Независимо от результата. Особенно, если проигрываете, допустим. Вы обидчивые. Поэтому в этой ситуации очень тяжело сделать так, чтобы ребенок, человек, не обиделся и получил удовольствие. То есть это некомфортно. Очень некомфортно. Но стараемся с этим справляться. Вы смотрите вкусное шоу без перерывов на рекламу Кукляндия. И категоричный ценитель окрошки готов назвать номер блюда, которое покорило его сердце и желудок. Тронуло мое сердце и желудок, и там, где было абсолютно все. Как я и говорил, вот эта окрошечка, которая напомнила мне вкус окрошки, которую готовила мне в детстве моя мама. Поэтому, кто готовил эту окрошку? Есть. Давайте им поаплодируем. Да, угодить победителю прошлого сезона, да еще и чемпиона по окрошке, оказалось нелегко. Конечно, все участники получат приятные подарки от аквапарка джунглей и английской школы спикап. А победители сегодняшнего выпуска встретятся с вами в битве сезона, где будут бороться за главный приз. 5000 гривен от дайвин-клуба Дайверс. Ребята, второй выпуск закончен. Но мы продолжаем тратиться над тем, чтобы вам было интереснее наблюдать за нашими кулинарными приключениями. И не забывайте, что вы можете выиграть подарочек от аквапарка джунгля. Надо только сделать селфи с одним из ингредиентов окрошки, выложить себя у себя в соцсетях и отправить под этим видео ссылочку к своему фото. И все. Ну, пожалуйста, только не смей смеяться над моими фотографиями. Я вижу, ты очень в аквапарк хочешь. Сейчас тебе дам в аквапарк. Я знаю, что вы очень любите ловить летающих детей. А меня поймаете? Откуда такие познания? Наверное, на инстаграм, да? Если ты захочешь откуда-то прыгнуть, я тебя обязательно ослаблю. Хорошо, спасибо. Не за что. Один, два, три. Мест! О, да! 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 О, да!